Мой дом, моя крепость. Так сегодня говорят о своих квартирах выпускники детских домов и интернатов. По закону им положено собственное жилье уже по достижении 18-летия. Новый год для них еще и время новосельей. Как идет исполнение программы в Самарской области, стало темой совещания, который в формате видеоконференции провел губернатор Дмитрий Азаров. Законодательные изменения существенно увеличили список претендентов на новые квартиры. В основном и о ней пополнили очередь. Главный вопрос, в какие сроки можно ликвидировать очередность. Мы с вами не раз встречались с ребятами, которые уже получили это жилье. И видим, что, конечно, это колоссальный импульс развития в судьбе человека. Коллеги, по итогам 2019 года Самарская область находилась на втором месте в Приворском федеральном округе по количеству приобретенных квартир для лиц из числа детей и сирот. В этом году у нас запланировано было приобретение 518 квартир. По закону теперь жилье положено в том числе и детям, чьи квартиры занимают родители, лишенные родительских прав и родственники с хроническими болезнями. Кроме того, раньше из детского дома или общежития человек мог уйти в принадлежащую ему квартиру в аварийном доме. Теперь нет. Он тоже должен получить новую квартиру. В Самарской области очередников расселяют в плановом порядке. На 1 декабря 5 311 детей-сирот и лиц из их числа, которые включены в список подлежащих обеспечению жильем. То есть здесь возраст и до 18 лет, от 14 до 18 и далее. Из них 2698 – это те граждане, которые достигли 18 лет и получили право уже на обеспечение жильем. Главная задача на сегодня – своевременно выполнить плановые заселения этого года. Опасений срыва нет. Об этом муниципальные власти доложили главе региона. В областном центре, как и было запланировано, для сирот приобрели 164 квартиры. На это из региональной казны было выделено 265 миллионов рублей. 45 миллионов добавили из городского бюджета. На сегодняшний день все 164 квартиры приобретены, оплачены, комиссионно приняты. 121 квартира уже зарегистрирована муниципальная собственность и 43 квартиры у нас сейчас находятся в Росреестре на регистрацию. В ближайшие дни получим документы. 36 детей уже въехали в свои квартиры, трое въезжают завтра и один возвращается из армии 20 числа. По всем остальным будет плановое вручение ключей. Обеспечение жильем сирот продолжится и в 2021 году. Несмотря на экономические сложности, в проекте областного бюджета предусмотрено 708 миллионов рублей, что позволит приобрести 520 жилых помещений. Вопрос, насколько строители справятся с поставленной задачей. Предложение от Минстроя на будущее заключать долгосрочные контракты. Губернатор же выступил с более жестким заявлением. Начиная со следующего года, муниципальные власти не должны тянуть до последнего, а выдать ключи сиротам до 1 октября. Вот задача по обеспечению жильем на текущий год должна быть решена, Марина Юрьевна, не позднее 1 октября. Вот даю еще здесь сентябрь дополнительно, 10 месяцев, но не более. Олег Зверев, события. На кампус пишем эти деньги.